Обновление в каждый дом. В 2019 году вся Россия поэтапно переходит с аналогового типа вещания, телеканалов и радиостанций на цифровой. Нововведения постепенно внедряют во всех регионах страны и Краснодарский край, а в частности Северский район, не станет исключением. Однако для подобной смены форматов необходимо другое оборудование и настройка приема сигнала, и вот с этим некоторым жителям района может понадобиться помощь. Специально для того, чтобы облегчить процедуру перехода населения с аналога на цифру, в молодежном центре этаж собрались волонтеры района, которые поучаствовали в мастер-классе по настройке цифрового телевидения. Рассказать и показать, как же настроить качественный сигнал, в каждом доме приехали специалисты из Краевого Краснодарского консультационного центра. Волонтеры района принимают участие во многих крупных всероссийских и краевых акциях, реализуют и разрабатывают собственные проекты. В этот раз помощь требуется в делах более обыденных и повседневных, однако менее важными они от этого не становятся. Подарок для района и поселения. Аллея с вечно зелеными деревьями появилась в станице Смоленской. Минувшую субботу 20 апреля жители и работники администрации Смоленского сельского поселения объединились и совершили доброе дело – заложили новую аллею. Мероприятие провели в честь 95-летия Северского района и 155-летия основания станицы. Вдоль улицы Мира высадили 40 саженцев, можжевельников и туи, которые приобрели за средства поселения. В Северском районе встретили «Библия ночь». В районной библиотеке ежегодная культурная акция объединила как постоянных посетителей, так и тех, кто нечасто переступает порог читального зала. В этом году «Библия ночь» посвящена театру. Гостей мероприятия ожидала увлекательная книжная выставка «Прикоснись к театру», мультимедийные презентации, инсценировки по мотивам литературных произведений и театральные миниатюры от студентов Колледжа культуры. Не остались без внимания и самые маленькие читатели. Для них работники библиотеки подготовили специальную программу на тему театральной жизни. Ребята узнали много нового об истории актерского мастерства. В завершении мероприятия каждый желающий смог поучаствовать в мастер-классе по изготовлению театральных масок. Такие акции, как «Библия ночь» доказывают, что современная библиотека – это не только хранилище книг, но и постоянно развивающаяся открытая мультимедийная площадка для общения людей разных возрастов и интересов. Порядок в стране начинается с одной улицы. Праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления, состоялся в Доме культуры поселка Ильский. В зале присутствовали сотрудники органов местного самоуправления района, депутаты, общественные деятели и активные граждане. Помимо решения важных и актуальных проблем населения, органы местного самоуправления представляют и отстаивают интересы граждан в структуре государственной власти, края и страны. Защищают интересы людей, помогают в решении проблем и заботятся об их благосостоянии, являясь маленьким, но безусловно важным элементом в огромной системе российского государства. Глава района Адам Джарим поздравил с этим важным праздником коллег и всех земляков. Я хочу поздравить всех жителей нашего района с этим праздником, потому что на самом деле мы все одна большая семья, которая стремится сделать наш район чище, краше, удобнее, комфортнее для проживания людей. Поэтому с праздником, дорогие земляки! Пусть Северский район станет самым лучшим районом Краснодарского края. Спасибо! Работникам местного самоуправления вручили благодарственные письма за особый вклад в развитие муниципалитета. Поздравить героев дня приехали творческие коллективы района. Корни праздника уходят далеко в историю. В 1785 году императрица Екатерина II подписала документ, который положил начало правовым основам местного самоуправления в России, жалованную грамоту городам. Сегодня эта система старается тесно сотрудничать с территориальными органами самоуправления и обычными гражданами. В этом взаимодействии, понимании общих целей и кроется секрет эффективной работы органов власти на местах. Ведь наши общие проблемы можно решить только вместе. В селе Михайловском прошло первенство Северского района по вольной борьбе, посвященной 95-летию со дня образования Краснодарского края и предстоящему празднованию Дня Победы. В спортивном мероприятии приняли участие юные спортсмены 2008-2010 годов рождения и младше. В борьбу за первые места вступили более 200 спортсменов из Северского Туапсинского районов. Городов Краснодар, Горячий Ключ, Анапа и Республики Адыгея. Наш муниципалитет представляли воспитанники детских спортивных школ из станицы Северской, станицы Азовской, поселка Афибского и села Михайловского. По итогам турнира северские спортсмены показали самые высокие результаты. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты, а главное заслуженные аплодисменты болельщиков. ООО «Газпром Межрегион ГАЗ» сообщает. Уважаемые потребители газа, в связи с техническим сбоем при выгрузке квитанций в апреле 2019 года абоненты, потребляющие газ по нормативам без прибора учета газа, получат квитанции, в которых отсутствует сумма к оплате по нормативу. Достоверные данные по начислениям предоставлены обществом всем платежным агентам, принимающим оплату за газ. Внимание! Вы можете произвести оплату любым удобным способом на почте, в банке, а также в кассах наших участков по месту жительства, исправив квитанцию собственноручно на сумму начислений за предыдущий месяц. По всем вопросам просьба обращаться на участки поставщика газа по месту жительства. Контактные сведения и электронную почту участков вы можете найти на нашем сайте mrgkrasnodar.rf в разделе «Контакты». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. В станице Азовска состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ривьера». Зрелищный парад воздушных шаров, приуроченный 95-летию Северского района, будет проходить с 17 по 19 мая. В течение трех дней фестиваля посетители смогут не только увидеть полеты тепловых аэростатов, но и демонстрации моделей малой авиации, зажигательного выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, ночного шоу светящихся воздушных шаров под музыкальное сопровождение и многое другое. Кроме того, для гостей праздника будут организованы конные прогулки и туристические поездки на джипах. Самых маленьких посетителей ждет детский городок с красочными батутами и аттракционами. Аквагримы, мыльные пузыри, масса сладких угощений. А также шоу ростовых кукол и развлекательная программа от аниматоров, мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике. С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Экологичный катамаран Energy Observer, путешествующий вокруг света, сделал остановку в Амстердаме. На водной глади экипаж испытал недавно установленные ветряные турбины. «При определённых погодных условиях, например, при ветре, лодка может двигаться со скоростью, которая позволяет вращать грибные винты. В это время электродвигатели выполняют роль генераторов и производят энергию, двигая лодку». Energy Observer – первое в мире судно, работающее только на чистых источниках энергии – солнце, ветре и водороде. Когда на море Штиля, небо пасмурное электродвигатель работает на водороде, который получают из воды методом электролиза. Экологичное судно создано на базе спортивного катамарана. Над проектом пять лет работали французские морские конструкторы и другие специалисты. В 2017 году Energy Observer отправилась из Парижа в кругосветное путешествие. «У нас две миссии – тестирование и оптимизация энергетических технологий будущего. Также мы совершаем шестилетнее кругосветное плавание. Мы посетим 50 стран и сделаем 101 остановку». В прошлом году судно посетило средиземноморские порты. После Норвегии катамаран отправится в Северную Европу. «Следующая задача – уехать из Европы в Токио, в Японию. Мы поедем туда на Олимпийские игры, водородные игры. Пересечём два океана – Атлантический и Тихий. Будет очень сложно, потому что расстояние большое». Цель экспедиции – доказать, что, применяя экологичные технологии, можно защитить природу, не теряя при этом привычных удобств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова